МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. Смотрите выпуски. Пятый созыв отработал. Госсовет на своей последней сессии дал старт выборам. План 100 километров в Удмуртии начали обновлять сельские дороги. Убийственные заботы экологи призывают жителей республики не трогать диких животных. Верить, не верить, рыбаки обсуждают, можно ли поймать в Ижевском пруду вот такую рыбу. В республике стартовала предвыборная кампания. Законодатели утвердили дату проведения досрочных выборов главы Удмуртии и очередных в республиканский парламент. Это стало одним из решений последней сессии Госсовета 5-го созыва. С подробностями Ксения Мороз. Этой сессией в Удмуртии завершается пятилетка депутатов Госсовета 5-го созыва. За эти годы они приняли более 400 законов. Последнее решение – это назначение досрочных выборов главы республики и очередных парламентских. Голосование состоится 10 сентября. Своих кандидатов партии должны выдвинуть до 10 июля. В этот СЗП поменялись трое глав субъекта. И, конечно, хочу сказать, что у нас всегда было взаимопонимание со всеми руководителями. И мы понимаем, что задача Государственного совета – помогать исполнительной власти. Сегодня же депутаты внесли изменения в существующие законы о выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета. 1 июня аналогичные поправки появились в федеральном законодательстве. И вот сейчас – в региональном. Отменяются досрочные голосования на выборах и главы Удмуртии, и депутатов Государственного совета Удмуртии. Предоставляется право гражданам проголосовать по месту нахождения в день выборов при условии уведомления об этом участковую избирательную комиссию, установленные законом сроки. Возможность для граждан проголосовать не только по месту жительства, но и по месту пребывания вызвала вопросы у депутатов-коммунистов. Не получится ли так, что мы организуем, ну кто-то условно говорит там, человек по фамилии Н организует автобус с количеством избирателей, там 40 человек, которые будут по месту пребывания ездить по всем районам и городам Удмуртской республики, или несколько автобусов, может десятки автобусов. На помощь депутаты призвали главу Удмуртского центра сберкома. Виктор Кушко объясняет, за 45 суток до дня выборов избиратель может сообщить избирательной комиссии о своем желании голосовать в другом месте. Последний срок извещения – суббота, 9 сентября. Если избиратель укажет, где он будет находиться в день голосования через систему госвыбора, он автоматически будет удаляться из списков по месту жительства, будут включаться списки по месту нахождения. Никаких на автобусах подвозить и так далее, это исключено, потому что это все будет видно. Руководитель региона Александр Бричалов на сессии поблагодарил депутатов за работу. Заверил, что продолжит общаться со всеми фракциями госсовета, политическими и общественными организациями. Несмотря на то, что накануне тоже стал участником избирательной кампании, его кандидатуру на пост главы Удмуртии выдвинула правящая партия. Я уверен, что нам с вами хватит сил, хватит, может быть, даже где-то мужества переступить через какие-то личные амбиции и все делать для того, чтобы мы поддерживали путь созидания и, повторюсь, прошли этот сложный политический год достойно и во благо наших граждан, во благо Удмуртии, во благо страны. В завершении сессии депутатам вручили благодарственные письма, а глава парламента пожелал коллегам в следующем созыве продолжить парламентские традиции и принимать решения в интересах жителей. Ксения Мороз, Юрий Дроздов, телеканал «Майя Удмуртия». В этом году в Удмуртии могут начаться внедрения регионального экспортного стандарта. Это комплекс мер по поддержке компаний, которые экспортируют свою продукцию за пределы региона. В Удмуртии сегодня насчитывается около 200 таких предприятий. Объем экспортного рынка составляет порядка 10 миллионов рублей в год. Мерами поддержки станут создание экспортного совета, расширение присутствия региона за рубежом, повышение узнаваемости республиканской продукции в медийном и деловом пространстве. Кстати, к 2018 году экспортный стандарт станет обязательным для всех регионов страны. Сегодня наш регион включен в число 13 регионов-пилотов, в которых этот стандарт будет внедряться уже в 2017 году. То есть мы идем здесь впереди. У нас есть необходимые наработки, есть уже нужная деятельность в этом направлении, и нам, может быть, легче, чем другим регионам, будет его у себя внедрить. Одним из первых шагов внедрения экспортного стандарта станет создание единого портала для предпринимателей. Это место, где любой желающий сможет получить консультацию экспертов по вопросам развития бизнеса. Порядка 100 километров сельских дорог отремонтируют и построят в этом году в Удмуртии. В Можгинском районе первый этап уже завершился. Где в эти дни работает техника и есть ли претензии к подрядчикам, узнал Роман Вагинов. Дорожников жители деревни Ломеслуд ждали не один десяток лет. Деревня разрастается, а асфальт кончился еще с километра назад, шутят селяне. В распутицу путь до центра деревни, магазинов и детского сада превращается в настоящее испытание. Молоко до чего-то на дизель таскали, хлеб тоже на дизель возили, таскали молоко. То есть дороги не было, тяжело было? Тяжело было, да. Так и жили, на тракторах метасфер. Что раньше не было, ни канав, ничего, вода на дороге стояла и все. Весной и осенью как ездил? Не ездил, вообще там оставлял на асфальте, пешочком. А наши улицы бы еще молодежно сделали тоже, вот не хотят делать, молодежно у нас, кирпичные дома там где. Там тоже плохо, да? Тоже плохо там у нас, тоже грязь. Будет дорога в деревне, охотник здесь будет строиться и молодежь, уверены жители. Тем более хозяйство крепкое, работа есть. В этом году в Можгинском районе дороги также ремонтируют в деревнях Пазял, Ныша, Мельниково и в селе Большая Уча. Дорожный фонд выделил району 17 миллионов рублей. Вместе с тем качество дорог, отремонтированных еще в прошлом году, проверяет прокуратура. Выбоины, трещины и другие дефекты подрядчики должны устранять за свой счет. На сегодняшний день проводим проверку состояния гарантийных дорог, то есть это те дороги, у которых еще на сегодняшний день не истекли гарантийные сроки. Все ремонтные работы, соответственно, проводятся в этой ситуации за счет подрядчика. То есть новые деньги уже выделяться не должны. Параллельно идет проектирование и подготовка к ремонту дорог на 2018 год. К концу года 17-го на руках будут два проекта. Один уже есть, это Ламеслут-Красный Яр. И второй объект будет Большая Кибья-Туташово. Там асфальтированы? Нет, там будет щебенение. За счет разных программ регионального и федерального уровней в Удмуртии в этом году отремонтируют и построят порядка 100 километров сельских дорог. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». 300 дворов, 9 общественных мест и один парк благоустроят в Удмуртии по новой федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это планы на нынешний год. Проект долгосрочный, рассчитан до 2020 года. От того, насколько республика оперативно и точно отработает сейчас, зависит дальнейшее финансирование. Об этом говорили на совещании. Александр Бричалов напомнил, у проекта есть и сверхзадача. Работаем важнейшим проектом, важнейшим. То, что людьми будет считываться очень хорошо. Повторюсь, не знаю, что это проект партии. Вовлекать всех партий для работы всех депутатов, неравнодушных граждан, общественников. Это в прямом смысле фасад нашу улицу, двора. Здесь нам нужно объединиться и сделать образцово-показательный проект. Сезон ремонтных работ короткий, сроки сжатые. Срывать их недопустимо, подчеркнул Александр Бричалов. Сейчас начинаются процедуры по выбору подрядчиков. Конкурсы должны быть открыты не позднее 15 июня. Завершить все работы планируется до 1 сентября. В Волнашский район пришло сообщение из Кремля. Президент страны наградил местного зоотехника медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Вполне заслуженно. Так отреагировали коллеги Елены Евсеевой на эту новость. Екатерина Горина о настоящей героине труда. Каждый рабочий день Елены Евсеевой начинается с разнарядки. Распределение обязанностей, планирование, решение текущих проблем, составление рациона. Для увеличения надоев молока нужны качественные корма. Виктором заводим корма, добавляем потоку. Различие поняла сейчас. Видела, что они лучше стали пушить. Да, едят с удовольствием. К животным здесь индивидуальный подход. У каждого есть свой генетический паспорт. Раньше подобных технологий попросту не было. Методы работы меняются, но и мы не отстаём, шутит главный зоотехник. Неизменно только одно – дружный коллектив. Это и есть секрет успеха. Самое главное – это секрет взаимопонимания в работе специалистов и руководства и животноводов. Когда взаимопонимание в работе, когда тебя руководитель слышит и понимает, идёт навстречу, тогда и результат. За 8 лет работы в хозяйстве ПАЛЭП Елена Евсеева организовала на ферме трёхразовую дойку коров, дневное дежурство, раздельный рацион кормления, настояла на обучение оператора по воспроизводству стада и наладила учёт. Требований у зоотехника много, но подчинённые не жалуются. Елена Геннадьевна – человек дела, говорят коллеги. Свою работу знает и людей ценит. Её повысили, значит, нас повысили. Нас повысили, её повысили. И когда и хорошо, нам хорошо. Очень гордимся. Это очень приятно и нам, и району, и республике, и руководителю. Очень это нам приятно. Сейчас Елена Евсеева собирается в Нижний Новгород на вручение награды, а по приезде снова за работу. Дел очень много. Только прошлой осенью хозяйство получило статус племенного репродуктора по разведению молочного крупного рогатого скота. И уже в ближайшее время в планах увеличить дойное стадо почти в два раза. Екатерина Горина, Александр Бекузин, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Экологи призывают всех жителей республики в лесу ни в коем случае не трогать малышей и диких животных. Для самих зверей это не просто опасно, а смертельно. В Минприроде республики с начала сезона зарегистрировано уже три случая, когда сердобольные граждане подбирали в лесу новорожденных лосят. Двое погибли, и ещё одного лосёнка, которого недавно подобрали в Увинском районе, сейчас пытаются выходить специалисты. Перевезли его к нам в Чекеровский заказник для попытки всё же выращивания его. Хотя это очень трудно, трудоёмкий процесс, специально нужны корма, специальное молоко. Поэтому и хотелось бы сказать всем гражданам у нас Удмуртской республики ни в коем случае не трогайте дикое животное в лесу, особенно новорождённое. Мама-то всё равно где-то рядом. Экологи напоминают изъятие дикого животного из естественной среды обитания. Это ещё и административное правонарушение. Наказание – штраф до 4 тысяч рублей. Оказывается, в Ижевском пруду ещё не перевелась крупная рыба. Огромного сазана весом в 9 килограммов накануне поймали двое рыбаков. Самое удивительное, что этот гигант клюнул на обычную удочку прямо на набережной. Наша съёмочная группа сегодня провела небольшое расследование и выяснила, как сложилась судьба рыбы-рекордсменки. Уже давно в рыбацком сообществе Ижевска не было такой обсуждаемой новости. Настоящую информационную бомбу в соцсетях взорвал некто Андрей Бабин. Накануне вместе с товарищем он поймал на набережной Ижевского пруда. На удочку – сазана весом 9,5 килограммов. В качестве доказательства выложены фото. Под ними сотни комментариев от восторга до недоверия. Сам рекордсмен оказался скромным. От любых интервью он сейчас отказывается. А вот его коллеги-рыбаки сегодня, сидя с удочками, активно спорили, не фотошоп ли это, а есть ли реальное фото, то как гигантский сазан мог оказаться в нашем пруду. Что это за барраконьер у нас в Игорьском пруду? Это только бутылки ловят. Ну, всем. Это быстрее всего. Попадались тут. Раньше, в это времена, лещ-то был с газетный лист по 4 килограмма, по 5, а сейчас такого уже нет. Рыбацкий стаж ижевчанина Льва Глухова почти 50 лет за это время ловил в пруду и щуку на 10 килограммов и леща весом в 5. Но всё это было ещё в прошлом веке. В нынешнем, говорит, такие рекорды маловероятны. Сейчас здесь поймать небольшого толстолобика уже счастье. Но в то, что случилось маленькое чудо, этот рыбак верит. Это, как говорит, рыбацкое счастье. Оно приходит редко, но, видимо, удача ему улыбнулась. Так чисто по-рыбацки вы завидуете ему? Да. В принципе, как-то не очень. Потому что я такую недосывал, я это как-то без понятия. Интересно, что крупной добычей на Ижевском пруду этим летом похвастались уже несколько рыбаков. К примеру, там уже выловили 8-килограммового толстолобика и 6-килограммового карпа. Но гигантский сазан переплюнул всех. Кстати, по неофициальной информации, его уже съели. Дмитрий Вороновлин, Василий Хагриков, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня в Удмуртии отметили День русского языка. Его традиционно празднуют 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. В Ижевске у памятника великому поэту сегодня читали его стихи, отрывки из произведений. Именно Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка. И сегодня же в Удмуртском госуниверситете открылась фотовыставка, посвященная 85-летию филологического факультета. В республике в этом году пройдет фестиваль удмуртского языка, в рамках которого будет работать специализированная лагерная смена для тех, кто только собирается или уже изучает удмуртский язык. Посетить недельные курсы смогут не только дети, но и взрослые. Уровень владения удмуртским не важен, отмечают организаторы. Языковой фестиваль пройдет в июле в деревне Старая Салья Киясовского района. Я хочу, чтобы в этом году было еще больше тех, кто хочет подтянуть свой удмуртский или начать заниматься, понять, как он устроен. Потому что у нас есть разные преподаватели, которым вы можете ко всем сходить и понять, кто же вам интереснее, кто же вам ближе. Поэтому здесь такой момент, вы встретите обязательно новых знакомых, новых друзей. Хороший старт для того, чтобы удмуртский язык стал частью вашей жизни. Два столетия на арене цирка. Знаменитая на весь мир династия Филатовых приехала в Ижевск. В Удмурте артисты не были целых 10 лет. Почему дрессировщики работают только с бурыми медведями, расскажем прямо сейчас. На велосипеде, мотоцикле и даже на роликах умеют кататься эти косолапые, всемирно известные медвежий цирк Филатовых в Ижевске. Знаменитая династия не приезжала в Удмуртию 10 лет на премьере циркового шоу «Аншлаг». На Манеже сегодня уже будет пятое поколение династии Филатовых. И поэтому медвежий цирк – это наша карточка Филатовых. Мы не меняем на других животных. Даже у нас нет гималайских медведей, нет белых медведей, а у нас только бурые медведи, как создал папа свой аттракцион. Поэтому мы это сохраняем очень и очень. Свой отчет «Цирковая династия» начинается с 1836 года. Татьяна – дочь всемирно известного Валентина Филатова, создателя аттракциона «Медвежий цирк». Сегодня это единственный цирк в мире, где выступает сразу 15 бурых мишек. «Сами удивляемся, но как-то получается. На самом деле процесс просто очень долгий. Нужно изначально учить медведя хотя бы кататься на самокате, потом на велосипеде. И вот самые лучшие велосипедисты, они уже пересаживают на мотоцикл. То есть на самом деле просто мишку заставить что-то сделать – это очень трудно. Поэтому двигаемся вместе с ними. Что им нравится, мы в то направление и направляем мишек. То есть некоторые любят стойки там стоять, у них это получается. Мы их как бы больше на эквилибр направляем. Александр Филатов не только блестящий дрессировщик, но и очень веселый клоун. Его партнер Яков Ермолаев ижевчанин. В программе эквилибристы, жонглеры и воздушные гимнасты. А еще семейка магов – Валентина Филатова и ее супруг. «Самое большое чудо», – рассказывает внучка знаменитого дрессировщика, «большой семье Филатовых произошло совсем недавно». «Самое большое чудо вот сейчас родилось у Саши. У нас племянница родила. Шестое поколение. Мария Александровна Филатова – это для нас сейчас самое большое чудо в семье». Знаменитая династия Филатовых пробудет в Ижевске целый месяц. Следующие представления уже в ближайшие праздничные дни. И у меня на этом все еще больше новостей на нашем сайте myonzen.ru. А прямо сейчас информационный канал продолжит новости спорта. До встречи.